Привет, меня зовут Андрей, вы на канале Smart Plus. И перед вами картина. Было, стало. Начинаю распаковку с этого, забегая наперед, потому что много кого интересует отличие между Redmi Note 5 и Redmi Note 6 Pro. И тут можно оценить их внешность. Его предшественник это хит, которого как покупали, так и покупают до сих пор. Но тут производители Xiaomi подумали, хм, как так? Такой отличный смартфон вышел, а дизайн не в тренде. А давайте-ка прилепим ему монобровь, кое-что улучшим, еще парочку плюшек и будет новый смартфон. Будут брать же? И да, действительно будут брать. Redmi Note 6 Pro, встречаем свежий девайс в бюджетном сегменте. Только получил данный смартфон и хочу поделиться своими впечатлениями. Это не обзор. Для полного обзора его нужно немного потестировать, лишь тогда будут взвешенные выводы. А сейчас посмотрим, какие вас ждут впечатления, когда вы получите его. Например, при заказе из Китая или при покупке у нас. Все дело в ценах. Он быстро дешевеет, потому цену нет смысла озвучивать. А там, где покупал, ссылку оставлю в описании. Как видите, пришло все в целости и сохранности и довольно-таки быстро. На что интересно, что в Украине его тоже уже можно купить. Но, конечно, немного дороже. Итак, как происходила распаковка? Вот такая у нас упаковочка из Китая. Достаточно надежно в воздушном матрасе все. Внутри коробочка знакомого цвета в заводском целлофане. В целлофане она потому, что не было нужды продавцу прошивать данный смартфон. Ведь тут стоит глобальная мультиязычная прошивка. Открыв, встречаем смартфон с пленкой на экране. С краткими техническими характеристиками. Сзади у нас тоже пленка с E-Mail. Все красиво из завода. По первым впечатлениям в руке сидит удобно и довольно тонкий. Включаем смартфон и смотрим пока комплектацию. Тут мы видим шнур microUSB. В традиции в Xiaomi вставить в бюджетники и чуть выше вход microUSB, а не Type-C. И зарядку на 5 вольт 2 ампера. В еще одном тайничке мы встретим инструкцию и чехол. У черного темный, у более светлых будет прозрачный, как показывает практика. Ну и конечно скрепочка на месте. Она чуть-чуть изменилась. Тем временем смартфон включен. И теперь снимаем пленочку с экрана. И с задней крышки. И вот он красавчик. Из коробки видим, что у нас MIUI 9. Но поверьте, десятка не заставит себя ждать. Тут же сразу можно выбрать язык. Также во время первой настройки сразу видим, что смартфон поддерживает 2 диапазона Wi-Fi. Сканер отпечатка пальцев добавляем сразу. Выяснилось, что разблокировка по лицу тоже есть, но только если выставить регион Индия. В полном обзоре проверим. Спереди у нас красочный дисплей на 6,26 дюйма. Вот и первое и главное отличие от Redmi Note 5. Дисплей чуть больше за счет уменьшенной рамки сверху и снизу, кстати, тоже. Коронная фишка Xiaomi этого года челка сверху. В ней еще одно отличие от Redmi Note 5. Фронтальная камера уже двойная. 20 плюс 2 мегапикселя. И это должно немного улучшить эффект глубины резкости в селфи. В полном обзоре все детально протестируем и проверим. Хотя нет. Пожалуй, сейчас пару фото на фронталку. И вы знаете, по-моему, это просто бомба за эти деньги. И какое же крутое боке. Кстати, без ошибок. Оцените. Кажется мне, если я не ошибаюсь, то качество лучше, чем у Redmi Note 5. Есть прогресс. Но мы это, конечно, обязательно проверим. Сразу подмечу, что эту челку можно скрыть. Ведь производитель, наверное, слышал, что она многих раздражает. И мне это очень нравится. Таким уже можно пользоваться с удовольствием. Переворачиваем смартфон. А там Redmi Note 5. Ой. Mi A2 Lite. Ой. Redmi 6 Pro. Нет? Может Mi A2? Нет. Это новенький смартфон Redmi Note 6 Pro. Все тот же дизайн. Который сзади трудно отличить. Такая же двойная камера. И в конце обязательно посмотрим, на что она способна в парочке фото и видео. Спинка также металл. Сверху и внизу пластиковые вставки. Также внизу на торце видим две решетки под динамик и микрофон. Сверху зато есть вход под наушники. Хорошо, что не убрали. В Redmi Note 5, кстати, он был снизу. Инфракрасный порт в лучших традициях Xiaomi и второй микрофон тоже на месте. Смотрим лоток, который слева у нас. Он такой же, как у Redmi Note 5. Комбинированный две симки или симка и карта памяти. В руке сидит хорошо, по ощущениям так же, как и Redmi Note 5. Габариты схожи. Сканер сзади на привычном месте работает отлично. В принципе, чего мы и ждем от современного устройства. Из коробки у нас Android 8.1.0. Прикрыт MIUI 9.6.6.0. И в ней доступны... Так, маленький зеленый. Ты чего опять из смартфона вылез? А ну кыш! Не отвлекай зрителей. В полном обзоре лучше расскажешь, как тебе живется в этом смарте. Вот. В прошивке доступны все фишки данной оболочки. В том числе можно регулировать температуру дисплея, что очень практично. Проверял обновление, еще пока нет. Теперь к более интересному. Оценим мультимедийные возможности смартфона. Глянем, какую картинку выдает YouTube на смартфоне. Насыщенность, как по мне, шикарная. Так же, как и звук из внешнего динамика. Просто отличный, как всегда. Звук в наушниках это уже в полном обзоре. И кстати, ставь лайк, если хочешь, чтобы я лоб в лоб сравнил звук и камеру Redmi Note 6 Pro и Redmi Note 5. И я это сделаю, как только наберется 1000 лайков под данным видосом. Я так пойму, что вам это интересно. Кстати, то, что уже вижу, камера очень достойная. Теперь по приколу запустим игрушку какую-нибудь. Как видим, если ее не скрыть, то бровь мешает нам играть. Так не пойдет. Заходим в настройки и отключаем ее. Вот так-то лучше. Теперь оценим основную камеру, как и договаривались. Парочка фото и видео. Она тут двойная и похожа. Ну, в общем, спасибо 10-му айфону, с которого все началось. И в камеру данного смартфона, кстати, добавили функцию искусственного интеллекта. Пример записи видео на смартфон Redmi Note 6 Pro. И заодно проверяем звук. Ну и, конечно же, стабилизацию. Тут электронная стабилизация. Full HD. Вот такая прекрасная осень. Парк. И такое у нас качество. В общем, такое качество вас ожидает на стандартных настройках. С вами был Smart Plus. Подписывайтесь на канал. Чекайте лучшие цены для Украины и России или из Китая внизу в описании. Впереди вас ждет честный обзор данного смартфона. А после него уже сравнение с Redmi Note 5. И еще много качественных обзоров. С вами был Андрей. Канал Smart Plus. Всем пока.